Копает Только вот рощи от слез этих самых черных Сушит огонь мою душу, и боль не унять Сколько уж дома, а мама, афганские сны Видит и в каждом от пуль закрывает меня У меня есть целый такой длинный-длинный список песен Которые написаны или в Афганистане, или немножко после Афганистана Песен, которых нет в моем активном репертуаре Более того, большинство из них я уже не пою десятилетия два Они имеют такую... там нет выдуманных историй Там нет выдуманных персонажей, героев Там нет даже имена География, там все с такой документальной достоверностью И художественное проникновение там на уровне, опять же, таких документальных обобщений Не пою я их по разным причинам, не пел эти долгие годы Но вот буквально в последний год ряд уважаемых мною людей Почему-то как-то обращают меня к этим песням Вот из них... один из них Игорь Морозов Как-то не так давно мы были у меня дома В 4, где-то в полчетвертого утра С Мишей Леонтьевым Мы сидели уже, но машина ждала То есть, вот понимаете, все уже вроде бы как все ресурсы должны исчерпаться И вот Мороз начинает их петь И поет достаточно продолжительно Те песни, которые я уже забыл Меня удивляет, что тот же Миша Леонтьев Он внимательно слушает и никуда не торопится Хотя он будний день, завтра У него в неделю выходит один 80-листовый журнал Однако, глянцевый В неделю Там 5 его статей Можете представить, какой темп работы Он сидит и слушает Это раз Второе, значит, вот второй человек это перед нами Юрий Трифоненков Вот он как-то услышал, не от меня Услышал песню И очень удивился Кстати, ее здесь исполняли Напротив вот этого аквариума И говорит, Миша, твои самые известные там, которые ты поешь песни Вот, они не что по сравнению Ну, это просто, конечно, такое первопечатление Но тем не менее Тем не менее, так было И вот третьего сегодня назову Два альбома я увидел и сегодня подписал Это такая первая звуковая антология афганской песни Которую издали в Новосибирске и в Чите Один из создателей, это Гена Ларионов Он в первом выпуске издал из десяти дисков Один мой такой, который, ну, он пять раз переиздавался Такой диск афганских песен И как-то там, в общем-то, он разошелся Хотя из него тоже я вот те именно афганские, про которые он говорил Я так совсем далеко не все пою Но вдруг он мне предлагает Говорит, Миша, а не мог бы ты собрать те песни, которые вот Ты не пел и не записывал никогда Написанные в Афганистане И вот под давлением, вот, там еще были ребята Я подумал, ну, наверное, имеет смысл это сделать Прошло время Но он провел изыскание в архивах, в видеоархивах И нашел те песни, которые думал, что уже и восстановлению не подлежат Вот Верстаков, в частности, в книге «Афганский дневник» упоминает там про песенку о комендатуре И даже ее там цитирует Там еще как-то вот Ну и, в общем, я эти песни восстановил Я эти песни полгода пел дома Несмотря на такой жестокий, жесткий, как говорится, в своей жизни Записывал потихонечку И такой альбом он выйдет Будет он называться В новой антологии Будет он называться «Возвращаемся в шинданг мы как домой» Возвращаемся в шинданг мы как домой Взгляд ласкают В окна модули вгляжусь Пыльной хвоей задохнусь и белой простынью Ближе звезды к нам не только в небесах На погонах, на груди, да и на кладбище От тоски в случайных девичьих глазах Угадаю взгляд жены Но миг и взгляд исчез Холостой уюта наш Письма взявших карандаш Удираешь ты Из друзей все нежней Здесь они тебе нужней Сам маешься Холостой уюта наш Письма взявших карандаш Удираешь ты Из друзей все нежней Здесь они тебе нужней Сам маешься Возвращаясь же в родные города Где не в горы вжата сень А меж кварталами Почему-то возвращаемся сюда Вечерами от любимых рук усталыми И в российский летний зной Край пустынный и чужой Вдруг пригрезется И с шинданской стороной С трудным счастьем И с собой Сердце встретится И в российский летний зной Край пустынный и чужой Вдруг пригрезется И с шинданской стороной С трудным счастьем И с собой Сердце встретится В учебке, где по прочным слухам В Афган готовили солдат Под осень вспыхнула желтуха И переполнила медбаб И переполнила медбаб Под осень вспыхнула желтуха И переполнила медбаб Больных в Союзе оставляли И здоровяк купил маляк Чтоб сослуживцы не узнали Стакан мочи за три рубля Стакан мочи за три рубля Стакан коричневой и желтушной И он опрокинул за углом Отбрось брезгливость Если нужно живым вернуться В отчий дом Отбрось брезгливость Если нужно живым вернуться В отчий дом А рядом за стеной палата И в ней рыдал сержант больной Ведь без него идут ребята Справляться с общей войной Ведь без него идут ребята Справляться с общей войной Сержанты тот, кто был здоровым В одном едины стали тот И ни того, и ни другого Войной уже не попрекнут И ни того, и ни другого Войной уже не попрекнут АПЛОДИСМЕНТЫ Воевали мы тогда с пьянством Нишутина Николаевича приятен честно заложил Мол начальник пил, а я человек идейный И в Афган таких нельзя, будут кутежи Мол нарочно, чтоб мои принципы упрятать В зарубежном далеке Шлют из Минска вон Тот приятель загущало, распаляясь сляко По всему ему в Афган было не резон Николаевич потерял должностную шапку Бог с ней, пусть уже не так Сердце чистота Пусть Чернобыль за спиной А он собрал в Ахабку Вещи и в Афганистан Рапорт накатал Пусть Чернобыль за спиной А он собрал в Ахабку В перустьwszy Вvolк Через годы полтора в Минске у вокзала Повстречались на граждан, уснулся тот другой Биркой привокзальною грудь его сверкала Грудь же Николая, печа красною звездой Грудь биркой привокзальною грудь его сверкала Грудь же Николая, печа красною звездой Знаете, вот однажды своему зятю, еще когда он не был зятем, после какого-то такого маленького подарка, который он привез из Кирова, я подарил свою книжку. И дочка пришла буквально через два дня и говорит, папка говорит, у тебя такие замечательные стихи, а когда я улыбнулся, так усмехнулся, значит, моя риска мне говорит, ну, ты пойми, что музыка, она все-таки тянет на себя одеяло. И стихи сами, вот как стихи, они, когда сплетаются с музыкой, они теряют часть своей сути. Ну, я с ней, в общем-то, согласен. Поэтому я стал кое-какие свои песни просто читать. Ну что, братва, махнем на боевые, в охотку риск, жарища, нипочем. Все нипочем, когда мы молодые, и рядом есть надежное плечо. В политотделе нас собралось трое. Нас трое обычный, у двоих ребят. А мне впервой, и если не героем, то славным парнем чувствовал себя. В дежурке телефон привычно звонко, заголосил на весь политотдел. Случайный разговор, порыв мой, скомкал, шальным осколком в памяти засел. У телефона Вишкин, и по-свойски, вдруг из Ташкента кто-то попросил билет пробитый пулей комсомольский в музей. Нет, нету, Боже упаси, и Пауза. Да нотки деловые у Вишкина звучат. Хоть не люблю я обещать, сейчас на боевые и тв-тв-тву. Но будет что, пришлю. В музее том, бывал я до Афгана, бродил по гулким залам не спеша. Не чувствуя подвоха и обмана, дышала чистой святостью душа. И вот пихнули в спину досадкоса, как гарью хмарью вмиг обволокло, Как будто кто-то перед самым носом вдруг саданул в музейное стекло. Представил зримо некто деловит, вздохнув для вида, Хоть подкожно рад рассматривает. Пулею пробитый, облитый кровью редкий экспонат. В глазах почти звучит мотив печаль, Почтительно движения тяжелы. Едва ли поймешь, что смерти этой ждали, Когда еще мальчишка был живым. Эх, Вишкин, мы с тобой исколесили потом, Немало огненных дорог. Под Кандагаром вместе грязь месили. Ведь ты мне дорог, и не так уж плохо. Тебе бы, Леха, жить в иных рассказах, Где свят приказ и тьма смешных проказ, Где с вечной улыбкой чумалы Салагу выручал меня не раз. Но помня случай тот, в себя смотрю я, Когда ж твои слова и мне в укор Упорно в сердце черствость я корчую О динамитом давний разговор. Ночи шачил, упаковывал подарки, Попотел, видать, на совесть вражей ас, Сделал он под сковородку скороварку, Весь опутанный ловушками фугас. Сделал он под сковородку, Сковородку скороварку, Весь опутанный ловушками фугас. Обнаружив утром адскую машину, Под дорожной бетонной плитой, Приказал сапер укрыться всем в лощину. За посуду я ручаюсь головой, Приказал сапер укрыться, Да укрыться всем в лощину. За посуду я ручаюсь головой, Эх, рвануть бы, как инструкция глаголит, Да не скоро вновь бетонку соберешь. Боже, долго как заснул на минах, что ли? Наконец-то выходи, ядрё на вошь. Боже, долго, да не заснул я, Эй, заснул на минах, что ли? Наконец-то выходи, ядрё на вошь. Лишь под вечер буркнул, Сняли без помарки, Чтоб не думал, гад, Что не найдём ключа Возле ноги его в трофейной скороварке. Постный блин миролюбиво зашкварчал. Возле ноги, ведь возле ноги, Его в трофейной скороварке. Постный блин миролюбиво зашкварчал. Ну вот, а вот следующая песня, Она как бы объясняет, Почему в Афгане было легче Пользоваться тем, Что просто буквально лежало под ногами. Невозможно выдумать, Просто невозможно выдумать Того, что происходило. Я помню, к нам приезжал в редакцию Из комсомольской правды, Он в буквальном смысле, Правдый журналист, Он в буквальном смысле Стал перед редактором на колени. Оставьте меня, Оставьте меня здесь, Я буду там убирать, Буду всё делать. Но оставить, конечно, было нельзя. А все мы, конечно, роскошествовали. Во-первых, мы сами всё это испытывали. Весь этот накал между жизнью и смертью, Между любовью и ненавистью. А во-вторых, Конечно, Мне было очень его по-человечески жаль И, в общем-то, понятно. Именно потому, что выдумать, Вот даже вот всю жизнь следующей песни, Просто назвал его Случай в госпитале. И просто я даже попытался Так поставить диалог. Вы не смотрите туда, Им же надо собираться. Просто собираться. Они не вредничают, Просто им надо собираться, Через 25 минут заканчивается наше время. Поэтому придётся мириться. Так вот, Даже вот диалог я попытался тот сделать, Который был на самом деле У Паши Ларионова, Павла Фёдоровича, Потом и сейчас уже. Пашку сорвало с брони фугаса, Пжало меж камней взрывной волной. В первый раз Очнулся парень сразу В госпитале только во второй. Шевельнуть рукой, Шевельнуть рукой, Ногой бессилен, Вместо тела огненная зыбь, А вокруг одна другой красивей, Бегают хоть от лови да в сыпь. Только где уж даже речь овечье, И не смог он блея возразить, Той девчонке, Севшей на предплечье, Эх, девичья медсестричья, Прыть. А она поводилась, И мило на ладонь гнездилась, Как на стул. В десять дней собрался Пашка с силой, Пальцы под курносы шевельнул. Вмиг взлетело несколько пощечек, Хлёстки хоть и маленькой рукой. Залепил он только между прочим, Пашка был развязки рад такой. Ведь потом всего исцеловала, Схлебывая, Господи, ожив, Улыбнулась, как ребенок малый, Здорово придумала, скажи. Па-да-ду-па-па-па-па, Па-да-ду-па-па-па-па-па, Па-да-ду-па-па, Па-да-ду-па-па-па-па, А теперь надо как-то так, Чтобы умустить какие-то песни. Песни. Тогда те песни, которые известны, я их... Завтра все, сегодня война. Это спою последние. Давайте бета все-таки спою. Без истории тогда буду чесать. Если кому-то интересно и кому-то какие-то вопросы возникнут, то отвечу. Но вообще песня, конечно, она шире событийных подоплек. Карбюратору, как и легкий, не хватает кислорода. Нет ни моих, ни лошадиных сил. Руль обмотан и винтами рвет ладони, и взял же моду. Ну что взбесился, я же тебя просил. С пылью под солба сползает, и глаза их раскидает. Камни шины разгрызают в дрызг. Тошно, не стани так тонко, ты же бетер, не девчонка. Да, держись, нельзя нам нынче вниз. Отойдем от пыли всю седую. Я тебя, мрадимая броня, Гребко обниму и расцелую. Точно морду мокрую гоня. Может, за этим вот поворотом Кратко откашлялась пулеметом. Это вот молчаливая гора. Бронежилета чуть не хватило прямо под горло. Пуля прошила, пульку прошила с нашего двора. Как он резково прыгал на мото, в шлицах на танцы, что не суббота. С лапом, бетер, тебе беззавод с ногу. Жили вы сколько и ближе, чем братья. И умирал он в твоих объятьях, куда ты носишь над смотровым стеклом. Когда идем от пыли всю седую, Я тебя, мрадимая броня, Гребко обниму и расцелую. Точно морду мокрую гоня. Впереди задохнувший заглохло, Чья-то броняй, теперь там плохо. Но молоча, гад, но сам я ее попер. Только держаться, надо держаться, На перевале дам отдышаться. Ты ведь все можешь, бог, а не транспортер. На верхотуре в тысячи метров Все я забуду про солнце и ветры. Буду как матерь возле твоих яран. К черту сух, по и воду и реку. Ты не машина, как человек. Ты ведь жерей последний на черт-чаран. Коль дойдем от пыли всю седую, Я тебя, мрадимая броня, Гребко обниму и расцелую. Точно морду мокрую гоня. Гребко обниму и расцелую. Точно морду мокрую гоня. Здесь дорожный знак не в загоне, Есть один, и тот не в дугу. Нарисован на белом фоне Танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку, Нет колес, да груз на плечо. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали грабами, Стянуты с дороги на край. С нецелованными губами Отправлялись мальчики в рай. Сколько обелисков из башен На дорогах этой земли. Скольких, скольких мальчиков наших Под броней не убегли. Сверху глянь, а можешь со знамки Все чисты, их дух освещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Видно, не по чьей-то обложке Нет границу знаков навек. Не для этой только дорожки, Для дорог стоит он для всех. Мир да пулемил, с позоронку Помолился, был бы грещен. Но в нем нельзя кататься на танках, Танкам в нем проезд запрещен. Но в нем нельзя кататься на танках, Танкам в нем проезд запрещен. Ушел с оружием в руках, В ночную темень на удачу. Ушел с поста, сквозь жуткий страх, Что будет все теперь иначе, Пусть навсегда осудят здесь. Ведь за чертой другое свято, Зато в канате тетка есть, А там оврать живут ребята. Па-дам-па-дам-па-дам-па-ду-да-ду-да-па-па-па-пам. Па-ду-да-пам, па-па-па-па-пам. Полком искали, спившись с ног, Но отыскала контрразведка. Обмену был назначен срок, Хоть духи шли на это редко, Цена слезами салона, Другим еще платить немало. А дали им за пацана Двенадцать профессий, а мало. Па-дам-па-дам-па-ду-да-ду-да-па-па-пам. Па-ду-да-пам, па-да-ду-да-пам. Он в самолет, подон там влез, В союзе он сошел героем. Но как же так? У хлопца стресс, А вы мальчонку под конвоем. Наверное, надо чуть-чуть пояснить. Это афганец, он принимал интернет, То есть это связь секретную у нас. То есть он весьма обезображен интеллектом афганец. И он забил мне голову. Он вспомнил, что 14 стран Антанты Запомнил на всю жизнь. Нападало на нашу молодую советскую республику, Афганец. А я забыл. И я ему тогда говорю, Слушай, меня давно интересовало вопрос О расстрелённых кишлака. Говорю, давай с тобой поиграем в одну игру. Сел напротив мусульманина, В доску свой. А акцент давно в расчёт не беру. Пусть не наша форма веры другой Предложил ему такую игру. Предположим, я буржуйская масть, И я из штатов и спрошу напрямки, Почему, когда народная власть Артагонь советов жрёт кишлаки? Что же, Янка, улыбнулся сосед? Помнишь, как у вас гражданская шла? Нынче север вами всеми воспел. А ведь он хороший сжёг юг до тла. Есть афганский свой пример у меня. В кишлаке собрались банд-главари, И кишлак тут окружила броня. В репродуктор выходил, поговорил, Но не вышли главари за порог. Всех же смирных мирных взяли в залог, Ждали долго, а потом по соплям, Дать пришлось не только им, а главарям. Всем, кто выжили в кромешном ходу, В волю сахара, муки, сухари. А в округе, как в весеннем саду, Смех и песни больше нет главарей. Может быть, где-то в союзе увидимся мы, Коль не представится случай нам убыть в загробной. Может быть, свидимся в самом разгаре зимы, Там и зима нас согреет, Тут рогой сугробной. Но если будем мы жить даже тысячу лет, В нас не сотрётся, вернётся, В бессоннице тихой после закатной порой, Этот афганский кровавый рассвет. Пить не умею, но третий я выпью с тобой. Как-то заметил, в Афгане берём за выставок, Что без камней затерсался меж чурками в кузах, Чтобы сгореть и согреть чей-то кровь, чей-то стол. Вспомнил ребят, не увидишь которых в союзе, Но если будем мы жить даже тысячу лет, В нас не сотрётся, вернётся, В бессоннице тихой после закатной порой, Этот апрельский, афганский кровавый рассвет. Пить не умею, но третий я выпью с тобой. Мамки, ты сын, что ж ты улыбишься так, обормот? Вадька, а помнишь ты первый наш год офицерский? Он не ответит в тот год, прикрывая отход. Вадька погиб, и порубал душманами зверски, Но если буду я жить даже тысячу лет, Нет, не сотрётся, вернётся в бессоннице тихой, После закатной порой, этот апрельский, афганский кровавый рассвет. Вспомню я, Вадьку, и третий я выпью с тобой. Песенка о комендатуре. Ну, честно говоря, я не вижу в ней ничего такого какого-то большого смысла. Там поясню или напомню, Что самолёты с почтой не брали, Со снарядами, со вооружением не брали. То есть ты мог в комендатуре просидеть, Я не знаю, какое-то количество огромное часов, Можешь уехать, потом обратно вернуться, чтобы улететь. Это была большая проблема. И я написал такую злую песню, как я думал. Прошло время, покойный Ничезайцев, Недавно книжку памяти о нём выпустили, И Саша Минаев привели меня, Говорят, сейчас мы тебе такой сюрприз, Такой сюрприз приводят меня, значит, К ВОСО, там военному, Где штаб находился. И парень такой, такой радушный, Открывает мне свои объятия. Оказывается, он в Шинданте был в комендатуре, служил. Ребята, у меня, в общем-то, в самые тяжёлые времена Проблем с билетами больше не было. Это единственный раз, когда песня, Написанная злая, Познакомила меня с ним. Причём, я приносил ему, У меня огромное рау, трое детей, Жена, и мы всё время как-то переедаем. Всё, всё это... Никогда он не взял ни одной бутылки коньяка, Ни конфет, вообще ничего. Но когда диск какой-нибудь ему подгоняешь, Он брал его из такой вот нежности. Честно говоря, я такого воссовца видел впервые. Хотя даже среди них были у меня какие-то приятели. Ну, а сама по себе, она песенка такая. Ну, восстановил. По просьбе верстакова, которую вы тоже, наверное, знаете же, да? Шинданд, погода ясная, ласкарие. Сижу один на весь аэропорт. Борта, как мухи, в мусоре летают. Но где же он, мой незабвенный порт? И, кажется, вокруг полно народа. Пахнуло милой стороной опять, Где дуще снег, нелётная погода. И касса в ней билетов не достать. Большой поклон, спасибо вам, комендатура. Который раз иду по взлётке, я и снова не удел. Кто может знать, а вдруг бы духи забили за дуру? Тот самолёт, в который я не сел. Кто может знать, а вдруг бы духи забили за дуру? Тот самолёт, в который я не сел. Был случай на Ташкентской пересылке. Действительно был. Одна гражданка очень нарвалась. Убрали трап, она без трапа. Пылка, почти штаблюк закрыт и забралась. И вскоре лайнер в небе растворился. А мы багаж обратно волокли. Тот самолёт потом не приземлился. Вы в первый раз мне жизнь тогда спасли. Большой поклон, спасибо вам, комендатура. В который раз иду по взлётке, я и снова не удел. Кто может знать, а вдруг бы духи забили за дуру? Тот самолёт, в который я не сел. Кто может знать, а вдруг бы духи забили за дуру? Тот самолёт, в который я не сел. Зверею я и становлюсь опасен. Обрыдло уговаривать себя. Хоть в путь последний полететь согласен. Возьмите только, пусть по мне скорбят. Я не один, теперь толпятся рядом. Майор к виску поднял свой пистолет. В боеприпасы я готов с снарядом. Ах, почта, запечатайте в конверт. Большой поклон, спасибо вам, комендатура. В который раз иду по взлётке, я и снова не удел. Кто может знать, а вдруг бы духи забили за дуру? Тот самолёт, в который я не сел. Кто может знать, а вдруг бы духи забили за дуру? Тот самолёт, в который я не сел. Давайте, вот сюжет о последнем раненом. Такая. Меня вдруг приехали итальянцы снимать. Вывод войска за полгода. Мне дали такой размер, про который я даже не знал, что существует в Афганке. Ну, эксперименталка. Концертный, он потом долго, а сейчас в музее висит. Я чувствую, какая значима. Я пришёл в госпиталь. Сюжет был таков. Предложенный политотделом. Я приношу печенье раненому бойцу. Ну, естественно, сослужинцу. Назначенную моим сослужинцем. Значит, и вся палата радостная, значит, поёт подмосковный вечерок. Я понимал, что это маразм. Чистой воды. А итальянцы, они бодрые, молодые ребята, значит. Они сразу от постановки отказались. Так легко. Для них там всё было. Нашим нет. А им да. Как и всем западным. И они сразу раз-раз-раз так увидели раненого бойца. Посадили на этот самый. Он хотел выкинуть сигарету. Он говорит, не надо гасить. Работаем. Не надо гасить сигарету. Курить естественней. Но присядьте на лавочку эту. Отлично снимаем кино. Шустрят итальянцы заранее. На плёнку ложится сюжет. О том, кто на выводе ранен. Хотя ещё вывода нет. О том, кто последний на выводе ранен. Хотя ещё вывода нет. Устроили ёлки, смотрели. Улыбка для кадра вопрос. А вам итальянские мины. Встречались, увы, довелось. И я на итальянке рванулся. Сапёр её не нашли. Боец глубоко затянулся. Взглянув на свои костыли. Итальянки, они пластиковые мины. Их у нас вот использовали для того, чтобы в банях светильники там делать и всё. Но на самом деле... Похоже, да. Да. Я вижу. Я её последний спою. Хорошо. Хорошо. А то он не простит. Простит. Валера простит. Он давно ждёт. Сейчас. Давайте. Давайте. Перед выводом гостя. Хотел прочесть, но так. Сыграй. Да какое к чёрту братство. До отправки дней за пять. Был приказ на святотатство. Ничего не оставлять. Чем они так лучше сами. Что сломали, что сожгли. Парни бравые сломами. К бюсту Ленина пришли. Парни бравые сломами. К бюсту Ленина. К бюсту Ленина пришли. Приогромный неподсудный гипсовый стандартный взгляд. Начиналось дело трудно. Всё же Ленин, всё же свят. А затем пошло кусками. Оказался пустотел. Был бы Ленин, бил бы с нами свой штампованный удел. Бил, был бы Ленин, бил бы с нами свой штампованный удел. К чёрту гипсовые бюсты. В них ли смыслы нам искать? Если там под гипсом пусто, Так о чём же горевать? Давайте. Есть Валера Коновалов. Из дальнего зарубежья, из Европы, пришла такая просьба спеть сегодня и завтра. Я её тоже тысячелетний играл. Я её записал, вот этот альбом. Её поёт Игорёк. Я вот разучил. А Валера Коновалов, чем интересен? Он был... Он был... Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Радио Свобода, да, в Мюнхене. И с той стороны от Бакистана, каким-то образом он проникся нашими песнями. Вот он приезжал с той стороны. И потом мы встречались. Вообще, есть много потрясающих таких историй. Например, одна из них. Валера пригласил меня к себе домой. Там Топтун, там всё. Я ему купил домик Рубцова. Вот, по случаю у меня. Или, ну, был там. А он мне дал часы, которые долгое время работали. Заплатил таксисту, как сейчас помню, полтинник. И на десятку, тогда мы жили очень плохо, и на десятку последнюю, с этого полтинника моя семья, количество пяти человек, потом целую неделю жила. Не так давно мы с ним увидели. Смотри, ты меня узнаёшь? Я говорю, твои часы у меня в музее лежат. Валера, говорю, как тебя можно забыть? Он говорит, ой, родной. Я смотрел, я читал. Что ж ты мне не сказал? Я бы, я тогда был богатый. Я бы тебя осыпал бы. Я говорю, нет. Мы гордые. Нам не надо. Ну вот. Ну, видимо, уже, да, последние остаются три с половиной минуты. Завтра всё, а сегодня война. Завтра с родиной мы и с родными. А сегодня, сегодня, прости, старина. Если пуля всё это отнимет, Завтра будут дороги без мил, Тормозну и в кювет отоспаться. А сегодня с войною один на один, И сегодня обочинам рваться. А сегодня с войною один на один, И сегодня обочинам рваться. Завтра кооператор родной Нас пропустит бесплатно в сортиры. А сегодня отчизна за нашей спиной, Вместе с ним набирающим жира. Завтра мелочь пойдёт по рукам, Всё вразмен завтра топать по краю. Кое-кто без поток Разменяется сам, Но кое-кого разменяю. Кое-кто без поток Разменяется сам, Но кое-кого разменяю. Как сегодня всё просто у нас, И порою разжив, то счастливы. И на небо глядим, Словно в первый свой раз, Это завтра скучать без разрыва. Завтра ты, как моряк с корабля, После шторма сошедший по сходням. И когда закачает родная земля, Не роняй, это наше сегодня. И когда, как под ним закачается земля, Не роняй, это наше сегодня. Не роняй, это наше сегодня. Всё, спасибо. Ещё одну песню, Миша. Миша, давай ещё одну песню. Ну, давайте. Так, а что бы тогда? Я не любитель оркестровой меди, Она уж больно часто Мне фальшью душу ест, Но врезалась к чему-то, Как с боевых мы едем, А нам с обочины гремит оркестр. Бронежилеты, тенники, коричневой пыли, Загар сквозь грязь, Почти у всех не брита борода. Даль-тенники... Про бурный марш оркестр играл тогда. Движки ревели, заглушая трубы, Не до парадов было, нам честно говоря. Сил не осталось даже поднять улыбкой губы, А потому трудились трубы зря. Не в радости музыкантам дут, Но что они могли? Угрюма старый барабан под палочкой страдал. Там-та-та-там, в долина, В самом краю земли про бурный марш оркестр играл тогда. Там-та-та-там, в долина, В самом краю земли про бурный марш оркестр играл тогда. Потом еще дорог немало будет, Где парадов, где оркестры не раз играют нам И время наше много остудит и забудет Но как-то на бою невольно сам Мотив, что плыл на Зойлево, жарище и пыли Забыв, откуда взялся он Но вспомню вдруг Ах, да, там, да-да-да-да Вдали, на самом краю земли Браурный марш-оркестр играл тогда Там, да-да-да-да-дам, долина В самом краю земли Браурный марш-оркестр играл тогда Браурный марш-оркестр играл тогда Николай не очень